16 июня вторник смотрите в выпуске телеканала ОСА. В этом году с дорогами действительно на самом деле очень печально. Народный мэр Анна Ахметова пошла в рейд по бездорожью и выяснила, чиновникам дешевле заплатить штрафы за ямы, чем их отремонтировать. В Ачинске откапиталят лифты в шести высотках. Смотрите, кому придется потерпеть неудобства ради обновки. Подниматься тяжело, спускаться тяжело. Полиция нашла нарушителей режима самоизоляции среди ВИПов. Списанные трамваи приедут в Ачинск за 7 миллионов и трава выше головы в ДТП с пешеходом. В рубрике «Телеграф» расскажем о городских событиях коротко. Всем здравствуйте, главный по Ачинску Анна Ахметова. Сегодня она просилась в рейд с дорожным надзором. С дорогами в этом году ситуация прямо аховая. Такое, как говорят Ачинсы, было до прихода к власти Илая Ахметова 13 лет назад. Он уходит в отставку и оставляет после себя такую память. Как говорится, от чего ушли, к тому и пришли. А у автополицейских дело правильное. Они раздают волшебные пиндели. Ой, простите, предписание чиновникам, чтобы те привели дорогу в порядок. Вооружившись дорожной рейкой, измеряем ямы на центральных улицах. Инспектор Павел Кананюк ставит диагноз. Зверево – это не дорога, а решето. 12 сантиметров. Это выше нормы, да? Ну, конечно. А сколько у нас получается стандарт? Ну, минимум 5. Таких дыр на одном участке Зверева мы насчитали 5. Яма «Рекордсмен» достигает 3 метров в длину, метр в ширину и 16 сантиметров в глубину. Яма – убийца для транспорта. Со слов инспектора дорожного надзора Павла Кананюка, ситуация с дорогами на сегодня является главным раздражителем ачинских водителей. Временные меры, вроде порции щебенки, вообще не спасают. Ну, мы совместно с администрацией же выезжаем. Получается, они вроде подцепят в течение двух дней, допустим, грубо говоря. А потом мы выезжаем с администрации после того, как я вынесу распоряжение о выезде. То есть это проходит, ну, грубо говоря, неделя. А за неделю уже и дожди, и все пройдет. То есть мы приезжаем, соответственно, уже все, что они подсыпали, исчезает. То есть вы повторно делаете предписание? Ну, там уже мы привлекаем их за невыполнение предписания. И информацию направляем в прокуратуру. Уже совместно с прокуратурой издается иск. И по судебному решению будет исполняться. То есть уже не подсыпкой, соответственно, а уже ремонт. По мнению инспектора дорожного надзора, самыми опасными участками Вачинска являются 5 июля выезд на Боготол и вторая кирпичная, вес под трубу. Назвать хотя бы тройку нормальных дорог задача посложнее. Исполняющий обязанности начальника ГИБДД Максим Таранюк говорит, «Бездорожье в Ачинске – это сегодня серьезная проблема». В этом году с дорогами действительно на самом деле очень печально, скажем так, потому что, ну, опять же, визуально все видно. Тут как бы ходить далеко не надо. Искать этих нарушений тоже сильно большого турания составляет. Вот какая вообще реакция власти на ваши предписания? То есть они сразу делают или как-то оттягивают? Ну, судя по количеству материалов, составленных в отношении юридических лиц за невыполнение предписаний, то есть выполняются они не в полном объеме и не в том количестве, в котором хотелось бы. При том, что как бы административная ответственность предусмотрена достаточно серьезная, получается, за статью 12.34, за неудовлетворительное содержание в отношении юридического лица. Это от 200 до 300 тысяч рублей сумма штрафа. А были уже штрафы в таком администрации? Да, штрафы выносятся, администрация привлекается. Странно получается, что у мэрии деньги на штрафы за плохое содержание дорог есть, а на нормальный ямочный ремонт денег нет. Напомним, ямочный ремонт в этом году был 6 миллионов, вхватило всего на три улицы – Толстого, Профсоюзный и Свердлова. И то вышло как-то не очень. Сейчас мэрия снова ищет деньги. Как сообщается, на официальном сайте нужно 70 миллионов. И кажется, ответ в этой задаче известен. Как там в народе? Приложи подорожник. У собачки боли, у кошечки боли, а у Ачинских дорог не боли. Анна Ахметова, Иван Амелькин, Телеканал ОСА. Главный депутат «Единоросс» Сергей Никитин может получить штраф за нарушение режима самоизоляции. Ачинские полицейские составили протокол за невыполнение им правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Напомним, 28 мая он участвовал в митинге, хотя массовые мероприятия в крае запрещены указом губернатора. В ОВД сообщили, таких протоколов они составили три на организаторов мероприятия. Кроме Никитина, это военком Виктор Нечапаренко и руководитель Ачинского общества пограничников Андрей Ересов. За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф от 3000 рублей. Решение примет Ачинский суд. Выбежала на полном ходу из заросли травы и угодила под колеса иномарки. ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видеорегистратора. Все произошло накануне в юго-восточном районе. Девушка-водитель ехала по дворовому проезду. Судя по кадрам, шансов избежать наезда у нее почти не было. У девочки ушибы мягких тканей головы. Как сообщают в полиции, в поведении ребенка усматриваются нарушения правил дорожного движения. Родителям ее теперь грозит штраф от 2000 рублей за невыполнение своих обязанностей. В отношении водителя возбуждено административное дело. По данным ГИБДД, за год у девушки не было ни одного нарушения. Доставка из Москвы в Ачинск бэушных трамваев обойдется бюджету почти в 7 миллионов рублей. Эти деньги на ближайшие сессии выделят депутаты горсовета. Напомним, по договоренности мыра Илая Ахметова со столичным правительством, городу безвозмездно достанется 10 вагонов, которые отработали на московских маршрутах. Рассчитывать на новые трамваи ачинцы вряд ли могут. Стоимость вагона от 35 до 95 миллионов рублей есть и почти в 200 миллионов. А вот москвичи взамен списанных получат вагон из конвейера. Как писали ведомости, за два года столица обновит трамп-парк на 390 вагонов. Это больше, чем наполовину. Ачинцы же, если ничего не помешает, поедут на новых старых трамваях осенью. С конца мая месяца по адресу Кирова, 56, не работает лифт. Жильцы вынуждены подниматься пешком. Для людей пожилого возраста, мам, с детьми, это стало большой проблемой. Две недели, как в доме не работает лифт. Особенно это не радует пенсионеров, которые живут на верхних этажах, потому что теперь с большим трудом они могут выйти в магазин за продуктами. Клавдия Петровна, вы на каком этаже живете? На шестом, 85 лет мне. Подниматься тяжело, спускаться тяжело. Вот молока купила, теперь мне на неделю хватит, буду дома сидеть. Нам-то молодым-то не сильно как-то тяжело, что лифт. Можно и так, ну что, велики таскать, конечно, что детям. А так, что пожилым, конечно, будет тяжело. Много кто живет у нас на седьмом, на восьмом этаже, на девятом даже живут пожилые. То, что лифт уже давно не работает. Даже, ну я звонил, спрашивал, идутся ремонтные работы, что двигатель меняют. Что-то я смотрю, они даже и не меняют его. Ремонтом занимается компания «Мост-регион-лифт». Мы связались с представителем компании и поинтересовались, как идут ремонтные работы. Данные работы проводятся «Мост-регион-лифтом» в рамках заключенного в январе текущего года госконтракта с 29 мая по 20 июля. Именно в этот срок мы будем производить ремонты по всем адресам. Приносим свои небольшие извинения перед пожилым поколением, что у них будет два месяца неудобств. Но это тот минимальный срок, за который можно смонтировать качественно лифт и сдать его в эксплуатацию. За два месяца в шести домах города, адреса вы видите сейчас на экране, пройдет капитальный ремонт лифтов. И вместо старых установят новые лифты. Напомним, в прошлом году в шести многоквартирных домах было установлено 15 лифтов. Татьяна Штермин, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Гора родила мышь или история про то, как вполне подзаконным предлогом поставить бизнес на колени. Почти девять месяцев назад Ачинская полиция по анонимке в дежурную часть изымает у одного из городских предпринимателей товар на 2,5 миллиона рублей. Якобы это контрафакт. Но уголовного дела по этой статье до сих пор нет. Из моих торговых точек, а также из моего личного автомобиля было изъято большое количество товара. Более 44 тысяч пачек сигарет. Это ставит предпринимателя на колени. Ачинский суд признал бездействие сотрудников полиции незаконным. Нет никаких документов, подтверждающих, что товар в принципе находится в полиции. Практически легальный способ разорения бизнеса. Один из его механизмов. Смотрите завтра в новостях телеканала ОСА. Как полиция применила удушающий прием и кто возместит убытки в миллионы рублей. Мясной дискаунтер «Гобис» в Вачинске. Открытие 18 июня. Богатый выбор мяса по выгодным ценам. Лопатка свиная 209 рублей. Реброгриль 135. Шашлык 215 за килограмм. Оптовикам и переработчикам особые условия. Крайбаза. Улица Кирова 3. Склад 10. Акционерное общество губернской аптеки напоминает. Соблюдение мер личной гигиены снижает риск заболевания коронавирусом. Не забывайте мыть руки с мылом или обрабатывать их с помощью антисептических средств. Проветривайте и делайте влажную уборку помещений, где вы живете и работаете. В период вспышки заболеваний избегайте посещения массовых мероприятий. Подробнее о средствах профилактики по телефону 5-00-11 или в ближайшей губернской аптеке. Улица Свердлово 19, ЮВР 48 и улица Декабристов 27. Межкомнатные царговые двери с гарантией до 5 лет. По супер цене в формике. Профессиональная очистка ковров номер 1. Бесплатно заберем и привезем. Комсомольская 1. Компания Синт представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Подписка на газету «Город А» на второе полугодие продолжается. Стоимость для пенсионеров 400 рублей, для всех остальных 450 рублей. Газета «Город А». Все, что тебя касается. Город А» на второе полугодие продолжается. Официально никто не заявился. Такой ответ дал глава Ключинского сельсовета жителям Каменки, которые полмесяца живут без управляшки. Напомню, на Кадоне мы рассказали, как люди из шести многоквартирных домов из военного городка предоставлены сами себе. Трава не косится, подъезды зарастают грязью. Но самый большой страх у людей, что их дома либо замерзнут, либо протекут. Подготовка к отопительному сезону не за горами, а без управляшки, как без рук. Прежняя компания обанкротилась, а новой жилконторы нет. Глава сельсовета Сергей Карелин утверждает, пока нет желающих обслуживать этот жилой фонд. Мы подали извещение как бы на сайт, на наш разместили, что временно выбираем, просим заявиться временно для исполнения обязанностей управляющей компании на период проведения, то есть вот этой процедуры выбора управляющей компании. Извещение. К сожалению, на сегодня, ну там до второго числа просили заявиться, никто не заявился. Также, со слов главы Ключенского сельсовета, ответа от собственника жилья пока этой Минобороны не поступило. Сельский глава предлагает жителям Каменки самостоятельно наводить чистоту, поддерживать порядок в домах. Анна Ахметова, Иван Амелькин, телеканал ОСА. В рубрике «Народная новость» видео от телезрительницы Анны. Она сняла выводок уток на Айдашкинском озере. Как утверждает девушка, раньше никогда не встречала этих пернатых в излюбленном месте отдыха. По словам нашего народного корреспондента, пернатая молодежь ведет себя вполне по-хозяйски и ничего не боится. Видимо, из-за режима самоизоляции и запрета охотничьего сезона утки расплодились и осмелели. К тому же, непогода не позволяла горожанам устраивать пикники на озере. К сожалению, в первые теплые выходные, как говорит автор видео, на Айдашки приехали отдыхающие. И теперь, кроме уток, пейзаж украшают мусорные кочи. Краевая общественная организация «Живой город» приглашает тачинцев стать волонтерами и участвовать в проекте country.ru по учету деревьев в городе. Этот проект существует уже второй год. За это время волонтеры переписали деревья в трех городах – в Красноярске, в Назарове и Вачинске. Теперь на очереди и наш город. Мы связались с организатором проекта и узнали все подробности. Мы приглашаем всех, кому дорог зеленый фонд Ачинска, кому дороги деревья в городе, для того, чтобы их учесть, записать данные о них и нанести их на зеленую карту города, чтобы эти деревья имели больше шансов сохраниться или получить нормальный, качественный, грамотный уход. Со слов Анастасии, раз в год будет обновляться фото деревьев на карте. Со всей информацией о нем, что позволит следить за состоянием зеленых насаждений в городе, оказывать дереву необходимую помощь, если оно заболело, или другую помощь для сохранности саженца, а также следить за своевременной и правильной обрезкой деревьев. В Красноярске мы сейчас работаем над законодательной базой по содержанию зеленого фонда, чтобы все города Красноярского края ухаживали за своими зелеными насаждениями по определенным стандартам, чтобы обрезались или сносились только те деревья, которые необходимо обрезать или сносить, чтобы сохранять зеленый фонд, потому что, к сожалению, Красноярск и города Красноярского края все время входят в топ наиболее неблагоприятных городов по экологической обстановке. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо зайти на сайт, который вы видите сейчас на экране, и пройти регистрацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok